В феврале этого года журналистам представили ходовой макет аккумуляторного грузовичка EWM Pro. Им оказался УАЗ Профи, в чрево которого фирма электромобили Manufacturing Cruise имплантировала электрическую начинку. Сейчас компания, наконец, подписала специальный инвестиционный контракт. Это значит, что частники обязуются наладить выпуск таких машин, а государство гарантирует взамен определённый набор льгот и неухудшение условий бизнеса. До конца года представители фирмы планируют выпустить около сотни батарейных машин. Уже завершена процедура сертификации основных узлов, а впереди разработку ждёт оформление документа под названием «Одобрение типа транспортного средства». Продавать такие грузовики планируют примерно по 4,5 миллиона рублей. Но это без учёта 30-процентной скидки, которую покупателю профинансирует госбюджет. Впрочем, заплатить 3 миллиона за аккумуляторный УАЗик захотят явно не все. Более того, производитель исходного шасси УАЗ ещё не дал своего согласия на поставку машинокомплектов. Впрочем, как сообщили телеканалу Автоплюс представители автозавода, стороны продолжают вести переговоры. Пока ЭМР пытается запустить свою первую модель, на горизонте успела возникнуть вторая – электрифицированный УАЗ Патриот. Правда, в компании заявляют, что она появится позже коммерческой машины. А вот фирма КАМА, единственная задача которой – разработать компактный электрохэтчбэк, не торопится подписывать специальный инвестиционный контракт. Зато торопится спроектировать и выпустить саму машину. Напомним, что разработанный силами петербургского политеха и продемонстрированный широкой публике заднеприводный прототип КАМА-1 признан непригодным для серийного производства. И теперь новая команда работает над совершенно другим автомобилем – переднемоторной, переднеприводной пятидверкой. Как отмечает Дром, основную часть проекта выполнила итальянская Torino Design. Это, собственно, дизайн, компоновка и проработка шасси. Но из-за санкций заканчивать начатое КАМА придётся своими силами. Хотя постройку прототипа планируется доверить подрядчикам. Скорее всего, китайским. При этом упор делается на ультракоротких сроках разработки. Испытать первые прототипы должны до середины следующего года. А в 2024-м предполагается собрать серию пилотных экземпляров. Логично предположить, что выпуском КАМА займётся бывший завод Рено, который теперь именуется «Москвичом». Такая электричка может пригодиться службам такси и каршеринга, а также столичному центру организации дорожного движения.